Эфир телерадио компании Гомель продолжает программа де-факто в студии Александра Гамоля и сегодня в программе. В Гомельский регион пришли сильные морозы, о чем важно знать, чтобы не замерзнуть. Железная дорога не прощает ошибок, кто виноват в аварии на переезде, а также детство внезаконно, почему малолетние подростки становятся большими преступниками и охота на древнейших млекопитающих, кто застрелил зубров в Хоникском районе. Не переключайтесь, потому что впереди все самое интересное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, пока не зафиксировано. Правоохранители акцентируют внимание граждан на предмет ношения теплой сухой одежды, а также осторожного обращения с отопительными приборами. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования, газового оборудования. Не допускать ни в коем случае перекала печей. Прекращать топку печей не менее чем за два часа до того, как человек уже отойдет ко сну. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Добруша река и Путь едва не лечила жизни двух пенсионеров. Престарелые люди решили сократить путь до дома и провалились под лед. Решиться на отчаянную переправу пешком по замерзшей реке жителям райцентра невольно помогла односельчанка. Женщина спокойно прошла по едва образовавшемуся льду и не провалилась. Пожилые люди последовали за ней и попали в ловушку. Дойдя до середины залива, пенсионеры услышали под ногами треск и в одночасье оказались в ледяной воде. Работник нашего предприятия ДРСУ-150, проходя мимо, с помощью подручных средств ветки подавал. Ну и вот так вот с помощью их и выбрались из полыни. Сначала силами случайных прохожих, а потом и спасателей, пенсионеры были доставлены на берег. Скорая помощь отвезла пострадавших в больницу, где им был поставлен диагноз – переохлаждение. Правда, к вечеру того же дня семейную пару отпустили домой. Их общее состояние улучшилось. Коварная погода натворила немало бед и на дорогах областного центра. В первые дни усиливающихся морозов произошла серия дорожно-транспортных происшествий. В основном мелкие аварии. Однако случались и столкновения посерьезнее. На железнодорожном переезде в Гомеле дизель-поезд протаранил грузовой автомобиль. ДТП произошло неподалеку от пересечения улиц Советской и Щенгарской дивизии. Пригородный поезд, который отправил автомобиль в кювет, заставил многих водителей простоять в пробке. На 22 минуты движение в сторону переезда было парализовано. Кузов грузовика, который принял основной удар, сложился как карточный домик. Водитель почему-то не заметил красный сигнал светофора. Подвижной состав протаранил грузовик в тот момент, когда машина уже почти проехала железнодорожные рельсы. Скорость локомотива не превышала 30 км в час. Водитель говорит, что не обратил внимания на светофор и не слышал звуковой сигнал дизель-поезда. Такая ошибка стоила ему потери товара, который после столкновения оказался на снегу. Сыр, дрожжи, детское питание, особенская птица разделка. Много товара всякого. А на большую сумму? Очень. Миллионов пятьдесят? Не знаю. Я не могу так сказать. Ущерб от этой аварии предприятию Облторгсоюз еще только предстоит подсчитать. И вполне вероятно, что часть стоимости всей поврежденной продукции водителю придется возмещать за свой счет. Причиной совершения данного дорожественного происшествия послужило несоблюдение водителям Облторгсоюза правил проезда железнодорожного переезда. Впрочем, пока этот факт подлежит тщательной проверке. Специальная комиссия проверит также и состояние светофора, его исправность и мощность звукового сигнала. На месте происшествия работала милиция и дежурил автомобиль скорой помощи. К счастью, в аварии никто не пострадал. Пограничники задержали в пункте пропуска Новая Гута микроавтобус с контрабандным оливковым маслом. Груз был размещен в ящиках для инструментов и скрыт от таможенного оформления. Как прокомментировали сотрудники пограничной группы, канистры оливкового масла, а также около 50 килограммов маслин в специальной таре пытался провести гражданин Российской Федерации. Мужчина отказался задекларировать товар и рассчитывал переправить его через границу незаконным способом. Однако в ходе досмотра автомобиля оливковое масло учуяла служебная собака. Водитель был привлечен к административной ответственности, а незаконный груз изъят сотрудниками гомельской таможни. Сумма его оценки составила 50 миллионов белорусских рублей. Через несколько дней здесь был задержан и автомобиль БМВ, водитель которого перевозил пневматический пистолет. А вот в пункте пропуска Славечно, в поезде Одесса-Санкт-Петербург, правоохранители обнаружили различные биологически активные добавки. Они находились в тайнике и, скорее всего, были помещены туда проводником. Последнее время участились случаи провоза контрабандного товара железнодорожным транспортом с использованием емкостей для угля. Это связано с тем, что в зимнее время емкости с углем заполнены, и контрабандисты имеют возможность спрятать там товар. Последний случай был задержание контрабандного товара на сумму более 15 миллионов белорусских рублей. А вот товар, который удалось задержать сотрудникам гомельской таможни, оказался куда более диковинным и, возможно, представляет собой реальную историческую ценность. В ходе осмотра рейсового автобуса «Киев-Санкт-Петербург», который был остановлен в пункте пропуска «Новая Гута», были обнаружены монеты 16-го и 18-го столетия. Разменные деньги, среди которых есть золотники и серебряники, были обнаружены под порогом у входа в автобус. Специалисты полагают, что некоторые из монет относятся к эпохе Петра Первого. Данный факт предстоит проверить экспертам. Они же установят и подлинность данных монет. Кроме этого, в автобусе были обнаружены и несколько макетов винтовок, а также пистолеты, пулеметы Судаева. Оружие стояло на вооружении в десантных и танковых войсках Красной Армии во время Великой Отечественной войны. С какой целью данный груз перевозился в нашу страну, пока выясняется. Перевозчик товара задержан. Транспортное средство, в котором был обнаружен специальный и заготовлен тайник, согласно действующему законодательству, будет на данный момент времени изъято. Общая сумма задержанного товара и транспортного средства составила более полумиллиарда рублей. Кроме этого, нарушители пытались провести в автобусе и незадекларированные рыболовные снасти. По факту незаконного перемещения товаров возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Дикая охота только по-гомельски. В лесах Хоникского района были обнаружены тела двух зубров. Убитых животных правоохранители нашли близ населенного пункта Мокеш. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, один из двух зубров еще подавал признаки жизни. Однако в течение последующих несколько часов животное скончалось от огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Как установило следствие, выстрел был произведен из дорогостоящего карабина, цена которого может варьироваться от 5 до 8 тысяч долларов. Одна из версий – животных убили случайно, просто перепутали с дикими кабанами. Впрочем, эта версия дополняется еще и одним интересным фактом. Неподалеку от места происшествия проводилось стрелково-спортивное мероприятие. На той территории присутствовали и иностранные граждане, будем говорить с 23 по 28, у них проводился ход-тур, бовар. Ну, над этим мы работаем, проводится проверка. Темпы роста подростковой преступности снижаются в областном центре. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. За последние пять лет в Гобелевской области количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, снизилось почти в два раза. И тем не менее, проблема подростковой преступности остается. Почему несовершеннолетние нарушают законы и в чем корень этой проблемы, разбирались наши корреспонденты. Могу привести пример, что когда я жил с родным отцом, было все нормально. Потом родной отец ушел, ну, я не знаю, появился очень. Ну, родилась сестра родная, ну, он начал меня сбывать, тогда я первый раз ушел с дома. Образ жизни бродяги и постоянная борьба за выживание – недалекое прошлое 16-летнего Вячеслава. Еще до восьмого класса юноша был примерным учеником, но потом все круто изменилось. Скандалы в семье и проблемы в школе заставили подростка сбежать из дома. Прогуливал уроки, гулял с друзьями, ходил, искал, где можно что-нибудь украшать, чтобы деньги. Ну, чтобы потом продать деньги, получить и пойти к хлебе понюхать. Домой поздно переходил, в Волошу вообще домой не переходил. Ночи в подвалах, а дни – в поисках средств на проживание. Вячеслав стал токсикоманом и начал воровать автомагнитолы. Втянулся и не смог остановиться. Азарт. Ну, раз взял, посадил, не поймали. Все, после первого раза хочется больше, больше и больше. Когда уже не замечаешь, что ты делаешь, попадаешься, и потом только сидишь в камере и думаешь, зачем я это делал. На счету у осужденного в общей сложности 25 краж, два побега и даже один грабеж. На суде парень пообещал, что исправится и получил тогда отсрочку исполнения наказания. Однако уже сразу после освобождения в течение пяти дней совершил еще шесть преступлений. Раньше он говорил участковым, что я так больше делать не буду. А выхожу и думаю, ай, идите вы. Все равно я шел делать свое. Когда первый раз осудили, второй раз осудили, тоже я думал. Когда третий раз осудили, дали 2-2 года зоны, а голова зашаталась. Из-за того, я реально на вещи посмотрел. Зачем оно мне это все? После того, как отсидел в изоляторе, реально воспринимать действительность стал и Андрей, знакомый Вячеслава, который в прошлом году вместе с подельниками попытался угнать автомобиль. Собирались покататься на ней. Потом мы узнали, что там она не заводится. Мы ее решили катить. Прокатили мы всего лишь 300 метров где-то. А там нас уже сотрудники милиции остановили. На счету отдельных гомельских подростков, сбившихся с пути, в 2011 году были и тяжкие преступления. В области зафиксировано даже два убийства. Что же касается краж, то здесь тенденция к уменьшению. С 2006 года у нас такая положительная динамика отмечается в области. В 2006 году у нас был зарегистрирован пик подростковой преступности 1519. Ну и, как я уже сказал, по итогам 11-813 преступлений. То есть снижение составляет практически в два раза. Такие данные, конечно, во многом заслуга правоохранителей. Повлияла работа, проводимая с родителями несовершеннолетних. Однако на Вячеслава подействовала только жесткая мера. Подросток еще начиная с 2009 года состоял у нас на профилактическом учете. Применялись всевозможные методы и методики с ним работы. От простых банальных общений, профилактических бесед до участия в двух-трехдневных туристических слетах, где практически каждый день он был под контролем. Но основная проблема, которая, в принципе, постигла и его, и его семью, в которой он живет, это проблема зависимости от клея, от дыхания клея, от паров клея и зависимости от алкоголя. Отсидев уже год за решеткой, Вячеслав собирается встать на путь исправления. После колонии и поселения, куда его, возможно, на три года отправят после СИЗО, юноша собирается начать новую жизнь. Устроиться лесником, съездить с мамой и сестрой на море и больше никогда не воровать. На этом наша программа завершена. Смотрите теперь де-факто по четвергам. Если вы стали свидетелями интересного события, сообщайте нам в редакцию по телефону 777-628. У меня все. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok